Она не выходила на родную сцену несколько лет, а уже завтра вновь предстанет перед публикой. Заслуженная артистка страны, еще недавно ведущая актриса театра музыкальной комедии Любовь Августовская отмечает день своего рождения. Ну вот пришла я в родной театр. Все на месте, все по-модному. В 2012 году Августовская еще работала в театре, но именно тогда у нее случились проблемы со здоровьем, щитовидной железой. Пришлось сделать операцию. После этого петь актриса уже не смогла. Сейчас Августовская преподает актерское мастерство в театре, песни, акценты в музыкальном колледже. Я такой катастрофы, катастрофы, чтобы я, может, ушла в какую-то депрессию. У меня этого не было. Я по характеру не такой. В ближайшую субботу Августовская выйдет на родную сцену вновь. Она сыграет в скрипаче на крыше в спектакле, который является старожилом репертуара. А в репертуаре краевого драматического скоро появится новинка – танго длиною в жизнь. Музыкальную шутку, так обозначили жанр спектакля, покажут 3 и 4 мая. Актриса театра Лена Кигелева вновь примерила на себя роль режиссера. За основу постановки взяли музыкальные произведения композитора Виктора Стрибука. Танго исполнят четыре молодых актера театра. Будет много танцев и, конечно же, вокальных номеров. Ты не спишься, глупишься, поскольку это сна, как весна. И лечиться, порвется меня кота. Сюжет придумался по ходу о том, что есть разные возрасты любви, а есть и разные времена года. И как это все соединить? Четыре времени года, четыре возраста любви. В этом театральном сезоне премьер больше не будет, а вот парад премьер – дело традиционное. Он состоится с 11 по 13 мая. После коллектив отправится на гастроли в Иркутск. В свою очередь Иркутский академический драмтеатр приедет к нам. Мы покажем свои спектакли «Зойкину квартиру», «Укращение строптивой», «Москва петушки» и «Квадратуру круга». Они, в свою очередь, в эти же числа. Театр приезжает Иркутский к нам, показывают поминальную молитву, старомодную комедию, «Онегина» и «Тортюф». 95-й сезон в Краевом драматическом театре закроют в середине июня «Зойкиной квартирой». А в театре «Кукол сказка» уже знают, каким спектаклем сезон откроют. Это будут Денискины рассказы Виктора Драгунского. Кстати, если все пойдет по плану, именно этот спектакль станет первым, который покажут уже в здании бывшего кинотеатра «Родина». Премьера в сентябре. Работа над постановкой началась. В Барнаул из Новосибирска приехала Ольга Гущина. Она будет режиссировать. Репетиции с актерами состоятся позже, пока обсуждают сценографию и костюмы главных героев. Денискины рассказы, по словам постановщика, это спектакль о счастливом детстве. Он для детей и родителей. Что мне очень нравится на сегодняшний день, то, что будет музыка 60-х. Это будет «Жил-добыл черный кот за углом». Ах, Орликина, Орликина, нужно быть смешным для всех. Орликина, Орликина. Цирковая студия Барнаула. В данные минуты на сцене Дворца культуры города коллектив отмечает день своего рождения Орликина 10 лет. Эти дети – настоящие трудяги. Их номера зрители смотрят, затаив дыхание. Воздушные гимнасты, акробаты, квилибристы и жонглеры – простые барнаульские ребятишки. В Орликина их более сотни. Коллектив за всю свою историю существования 23 раза становился обладателем гран-при всевозможных конкурсов. С днем рождения Орликина! День своего рождения продолжает отмечать Барнаульская детская школа искусств номер один. Ей 50. И весь юбилейный год – праздник. В выставочном зале одна за другой открываются экспозиции выпускников ДШИ. До конца мая здесь разместили работы известного живописца Павла Брыдкова. Школу он окончил в 1984-м, а в качестве подарка преподнес свои графические работы. Они станут своего рода учебниками для нынешних учеников. А вот участники фестиваля конкурса «Ростки таланта» в очередной раз доказали, что для творчества нет преград. 400 ребят со всего края с ограниченными возможностями здоровья демонстрировали свои безграничные таланты. Только номинаций было 10. Эти танцоры двигаются ритмично, чувствуют музыку, но оказывается они ее не слышат. У этих ребят проблемы с опорно-двигательным аппаратом, но желание танцевать сильнее недуга. Члены еще и признались, что оценивать выступления ребят было невероятно сложно. Из концертного зала Института культуры переходим в зал Русского камерного оркестра Барнаула. Здесь сегодня представили новую программу – музыкально-литературно-патриотическую. «Сказки школьного музея» – это три небольшие истории, две из которых написаны Константином Поустовским, рассказывают профессиональные артисты, аккомпанируют профессиональные музыканты. Эту патриотическую программу подготовили специально ко Дню Великой Победы. Она для школьников начальных классов доступная и эмоционально сильная. Завершаем нашу программу уже по традиции свободным микрофоном. Там вот только выступать будет не совсем обычный исполнитель, студент Барнаульского вуза Рахит Павар, родом он из Индии, прочтет отрывок из стихотворения Пушкина «Зимнее утро». Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный, пора, красавица, проснись, открой сумкнутый небо в зоре, навстречу северной авроре, звездою севера явись. Вечер, ты помнишь, вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась, луна, как бледное пятно, сквозь тучи, мрачный желтела, и ты печальная сидела. Телефон нашей редакции 722-440. Звоните, мы готовы передать свободный микрофон именно вам. А на сегодня это все. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok